Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. И у нас сегодня в гостях вновь подростки, вновь молодые люди. Напомню, для тех, кто, может быть, смотрит нас сегодня впервые или пропустил предыдущие наши передачи и выпуски, мы начали говорить с подростками, с учащимися детского епархиального образовательного центра на разные важные для них, не для нас, хотя и для нас, наверное, тоже, договорюсь сразу, темы. Мы поговорили про детско-родительские отношения, чего подростки от родителей ждут. Мы поговорили про дружбу, как это пространство дружбы формируется и чего, опять же, такие подростки ждут от родителей, как от друзей. Сегодня мы собрались в студии для того, чтобы поговорить на, наверное, сложную тему, но в то же время очень актуальную для подростков, на тему смерти и смертности. У нас в студии Милана Иван. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вот так хором всегда и отвечаете. Для того, чтобы познакомиться, вы учащиеся, студенты, школьники? Я студентка второго курса училища культуры и искусств. Он школьник, он в 11 классе. Иван, за вас Милана всегда отвечает. Выходите парень. Так, ну мы, по-моему, в первой нашей встрече, передаче с отцом Дионисием, мы анонсировали, говорили, что начался проект в детском епархиальном центре, называется он Институт культуры, и вы оба участники этого проекта. Вы играете в рок-группе Институт культуры. Подыгрываем. Подыгрываем. Иван, на чем? Я пытаюсь играть на гитаре, на ритм гитаре, если быть точным. Так, Милана? Я вокалистка. И без инструмента? Без инструмента. А к чему там была какая-то до эфира терка по поводу того, что Иван хорошо играет на гитаре, и Милана этому? Нет. Да там не так было. Просто батюшка очень много болтает. Всякого разного, интересного. Вот. Ничего. Просто мне не нравится, что он забирает мою популярность. А, ну это нормально. Недолго я чувствую, коллектив Институт культуры просуществует в этом составе. Хорошо. Ну, пошутили немножко. Опять же, вот с вашими друзьями мы в прошлый раз встречались, и я объяснял, почему такая тема, а не какая-то другая. Ну, во-первых, сейчас идет по празднеству Пасхи. И главный праздник вообще как бы сердцевинного всего церковного года, то есть вокруг этого праздника все. Даже апостол Павел на замечательную фразу когда сказал, что если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Ну, а воскресение — это, соответственно, победа над смертью. И мы незадолго до вас, до встречи с вами сегодня. Здесь в этой студии обсуждали тему Бога как победителя смерти, и в чем вообще эта победа, и как вообще произошла победа, если смерть как явление никуда не ушла. И вот, собственно, именно поэтому мы согласились, вернее, договорились, а вы согласились встретиться здесь, поговорить о том, как вообще подросток, подросток себе это мыслит. И мой первый вопрос к вам. По-моему, я как раз в первой передаче с отцом Дионисием и Лизой задал вопрос, как слышится фраза, что слышится за фразой «отче наш», то есть как вообще внутренне понимается это отсылка к Богу, что он отец. А к вам у меня вопрос, как вы слышите «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Вот что для вас, опять же, не богословие сейчас нас интересует, а как слышит подросток тропарь Пасхи, который вы до эфира, опять же, очень здесь громко, слаженно, весело пели. Так что такое, как вы слышите «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Ну, он воскрес из мертвых. Восстал из мертвых. Ну, и победил смерть. Весело. И ведь и не поспоришь. Да, и главное, все очень гладко монтируется с богословием. Иван, может быть, есть что добавить? Как... Я сейчас не прошу правильного ответа по катехизису. Вот просто я, насколько понял... Да. Но я знаю, что Милана поет в хоре. Иван тоже поет в хоре. Соответственно, вы поете эти тропари. Мы прекрасно понимаем, что это не просто песни. Даже любой другой эстрадной песни у нас есть запрос, чтобы там была идея. А уж, когда поется гимн церковный, то это всегда молитва. И вот, когда каждый просто из вас... Я, ну, вот, для себя, что слышится? Это может быть ассоциация. Это может быть отсылка к какому-то опыту. Может быть, мало ли, есть опыт... Не знаю. Воскресения мертвых? Нет. Ну, по крайней мере, столкновение с потерей, да, с гореванием. Вот. Может быть такое. Что каждый из вас слышит, когда он поет смертью, смерть поправ? Ну, воскресенье — это, собственно, головный церковный... Не праздник, а... Праздник. Ну, праздник, да. Еще говорить, научиться. И всегда, в принципе, всегда, по крайней мере, у меня воскресенье, особенно на Пасху, это ощущение счастья абсолютного, такого неподдельного. Всегда воскресенье — это нечто настолько высокое и... Господи, не, господи, что говорю. Не физическое, духовное. Как я долго к этому шел. Духовное. Ну, короче говоря, на уровне эмоций, на уровне чувств воспринимается как нечто... Как счастье. Как ликование счастья. Как подлинная радость. Но это прекрасное описание, потому что, наверное, в полной мере здесь к рацию, к уму сложно апеллировать и сложно дать этому действительно какое-то очень рациональное описание. А для Милана есть что-то добавить? Ну, у меня есть ассоциация в том, что Христос, Его же распяли... Ах, у меня то же самое, не переживай. Христа распяли, и Он своей жизнью грехи людей, Он как бы их... Искупил. Искупил. Да, и у меня именно эта молитва «Христос воскресе из мертвых смерти, смерть поправ» ассоциируется именно с этим. Что мы должны быть благодарны Иисусу, Господу Христу за то, что Он когда-то искупил наши грехи. Это действительно так переживается? Или это сейчас, как в том анекдоте, про белочку? Знаете этот анекдот? Нет. Когда приезжает епископ в отдаленную деревню, где никогда епископа отродясь не было, и батюшка впервые за 25 лет служения епископа принимает. Он научил детей воскресной школы, как надо на все отвечать. А епископ зашел, добрый, замечательный старичок, увидел детишек, они сидят прекрасно за партами. Он задает, у меня загадка к вам есть, детки, вот маленькая пушистые орешки грызет, дети вжались. Ну чего вы испугались? Ну у нее пушистый хвостик, кисточки на ушках, дети еще больше вжались. Ну Пушкин еще про нее, сказка там есть, она все орешки грызет, и ядра у нее, у этих орешков, чистый изумруд. Вот, наконец, мальчик не выдерживает задней партой, трясущуюся ручку поднимает и говорит, «Владыка, я, конечно, понимаю, что правильный ответ Господь наш Иисус Христос, но очень на белочку похоже». Вот я вот про это, да, то есть действительно ли подростки сейчас так это ощущают, или… Нет, действительно есть ассоциация с этим, еще у меня есть как бы ассоциация с тем, что кто к кому пришел, я уж не помню, когда это. «Христос воскрес», там то-сё. Мария Магдалина. Да, 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 и там яйцо стало красным, я такая, здорово. Учис-одержательный разговор она. Ладно, я обещаю вам, что это был первый и последний сложный вопрос, относящийся к вероисповеданию. Давайте поближе к телу, что ли, так скажем. Вообще тема конечности вас волнует? А можно пояснить? Ну, тема того, что когда-то вас не станет или не станет ваше… Конечности. Конечности, да. Не вот этих. Да. Комичности у меня. Ну, всё. Потому что я вот сейчас видел, как бы, некоторое время назад была популярна так называемая аниме-сериал «Тетрадь смерти». Вот, то есть каким-то образом это вообще, вроде бы, подростков эта тема манит, она их каким-то образом… ну, она потому что действительно в тебе очень много тайны хранит. И вот в какой-то момент подросток, любой подросток, наверное, он задумывается о том, что «когда меня не станет, я буду петь голосами» и так далее. Вы задумываетесь на тему того, что «когда-то вас не станет». Если задумываетесь, то в каком ключе вы этот вопрос разрешаете? Ваня. Ну, если уж быть абсолютно честным, то мысли подобные посещают чуть ли не ежедневно. Так. Просто потому что я страдаю страшной болезнью психической. Я постоянно моделирую разные ситуации, и в силу того, что я страшный детерминист, и считаю, что все… и фаталист по совместительству, считаю, что все подрешено, у меня… я всегда строю разные варианты того, как могло бы быть. И очень часто я думаю, а вот сейчас вот меня собьет автобус, и как будет дальше? Причем абсолютно без какого-то… без именно суицидальных наклонностей, а просто с точки зрения того, вот я есть, и вот меня нет, и ведь мир-то не остановится, все будет дальше, а как будет без меня? Или наоборот, как будет со мной, лучше или хуже? И как будет без вас? Всегда по-разному. Мне кажется, в основном лучше. Просто с твоей точки зрения, что я еще юн и зелен, и в основном косячу. А, ну то есть кому-то конкретно будет лучше. Радостно от этого по ощущениям, что когда… что я со своей ценностью, если меня не станет, этому миру, ну хотя бы в лице конкретных там людей будет лучше. Нет, ну если кому-то будет лучше, то значит неплохо. Ну кому-то-то будет хуже. Так, замечательно. Милана, у вас есть что сказать? Ну у меня были похожие мысли лет в 13 о том, что будет, если меня собьет автобус, и будут ли меня жалеть, и будет ли грустно, и будут ли плакать на моей могиле, но сейчас нет. Нет, мне это не прям что-то волнует. Ну умру, мы все умрем когда-нибудь. Ничего страшного. Это не означает. И все. Но очень хочется оставить какой-то след, такой глубокий, чтобы помнили. Цветаеву знаете? Да. У нее есть замечательная фраза «Послушайте, еще меня любите за то, что я умру». Да? То есть, ну вот это вот близко вам по ощущению сейчас, как подросткам, или это пока вообще никак, ну то есть, вообще никак не касается? И может быть, смотрите ли вы сквозь призму, например, такого понимания жизни на своих мам, пап, на своих друзей, на своих родных, близких? Ну тут с какой стороны интерпретировать? Если считать, что Цветаева имеет в виду «Цените мою жизнь за то, что она в принципе есть, а то, что она когда-нибудь кончится», то, естественно, жизнь ценна. Тут спору нет. А если как-то, я изначально подумал, когда услышал, говорить о том, что о вкладе в мир, о том, что, естественно, Цветаева это имела право написать, потому что она уже считалась достаточно серьезным поэтом, и тут очень двояко. Я поясню, у меня вот супруга в свое время, то есть, вот она мне как бы в качестве такого воспоминания делилась, рассказывала, когда она впервые вдруг задумалась о Боге. Ну то есть, эти вещи, они как бы друг с другом, они очень связаны. Как только мы подумали о том, что мы закончимся, очень печальный вывод, что была жизнь, и ее нет, и полное небытие, и ластиком стерли, и как бы и все. Дальше хочется преодолеть эту конечность, преодолеть эту смертность, да, хочется найти некий выход за рамки. И мне кажется, вот это главное, ну, по крайней мере, то, что я слышу в тропаре «Смертью смерть поправ», что, несмотря на то, что само явление конечности и смертности остается, и мы хороним, и или мы там видим, или мы сталкиваемся, или мы смотрим ТВ, и нам сообщают очень страшные, там, разные новости о том, что там умерли, тут погибли. При этом, при всем есть ощущение, что смерть преодолена, она действительно попрана, как явление, как ужас, как некий страх метафизический. Так вот, у меня супруга, она в свое время, по-моему, это ей было лет 8 или 9, она рассказывала мне, просто делилась, что когда она была у бабушки летом в деревне, она однажды вышла, одна утром, то есть это совсем еще там заря, все еще спали, и она вдруг посмотрела, в какой-то момент ее взору открылся мир ее окружающий, с точки зрения того, что меня не будет, а эти деревья будут продолжать расти, меня не будет, а этот дом будет продолжать стоять, меня не будет, а вот по этой железной дороге будут продолжать ездить поезда. И вот это вот вдруг пойманное, оно на уровне эврики, на уровне вот такого схваченного быстрого вывода идея, она вдруг в ней родила желание обратиться туда, куда-то, вверх. У вас такого не было? Может быть, кто-то из друзей делился, и, ну, может быть, не личный опыт, но опыт каких-то интересных рассказов есть? Как у вас, в вашем дружеском коллективе? Есть что-то подобное? Нет? Ну, если нет, то нет. Как бы я просто... Тогда перейдем к следующему вопросу. Давайте дальше. Давайте дальше. Или ты хочешь что-то сказать? Ну, дальше. Ну, хорошо. Когда подросток вообще впервые, мне кажется, озадачивается темой вечной жизни или там смерти, уже Иван замечательную фразу произнес, что любая жизнь – цена. То есть автоматически в контексте разговора про конечность мы начинаем обретать смысл ценности. Как вам кажется, чем цена жизнь? Вот за что вы цените то, что вы живы? За то, что можно что-то делать. Можно думать, рассуждать, учиться новому, оставлять какие-то маленькие следы, шажочки, оставлять после себя то же самое потомство, детей своих, мужей и так далее. У тебя есть все, и твоя жизнь дана для того, чтобы ты сделал все, что в твоих силах. И оставил такой отпечаток, который может остаться надолго. Иван? Ну, каждый находит в своей жизни определенные назначения, смысл. Вот я лично знаком с человеком, который в моем возрасте уже готов и знает то, что, например, он посвятит всю свою жизнь служению Богу. Да вы что? Да, вот он вот… Какая бы редкость большая в современном мире, это без шуток. И все мы для чего-то созданы. Ну, все, понимаете, мы за всех сказать не можем. За себя бы Иван сказал? Нет, я не могу за себя сказать, но, однако, у всего есть свое назначение. Ничто просто так быть не может. А если бы я вас спросил, ну, это может быть не скромно, и как будто бы с точки зрения священника вопрос странный, в том смысле, что он как будто бы выводит на плоскость гордыни и тщеславия, но если бы я каждого из вас спросил, вот, ну, допустим, вы сидите в своей комнате и пишете дневник, и вы сами себе признаетесь, в чем моя личная ценность для этого мира. Вот Цветаева, она четко это уловила, да, что наступит день, когда и я исчезну. А вот я исчезну, и что исчезнет вместе со мной? Как вам кажется? Очень сложный вопрос, действительно. Подумайте. Да ничего не исчезнет. Ну, правда. Ну, Миланы второй не будет? Нет, ну и что? Не будет. Ну, не будет какой-то личности, и что? Обесценено. В смысле? Ну, на мой взгляд, мне кажется, любой человек, он понимает, что... Наверное, вы не смотрели фильм «Звезда пленительного счастья», по-моему, он так называется. Ну, это старый советский фильм, естественно. Тут мы уже определились с вашими предшественниками, что у нас СССРовское воспитание. Да, вот. Там просто интересно есть... А, «Безымянная звезда» называется. Нет, не «Звезда пленительного счастья», а «Безымянная звезда». Но суть не в этом, как называется. А суть в том, что там есть интересная идея. Значит, был персонаж, который является музыкантом, композитором, и ему не хватало английского рожка. Это какой-то очень маленький, небольшой инструмент. Оркестр уже собран, он весь гигантский. А не хватает одного английского рожка, потому что без этого английского рожка не зазвучит оркестр. Вот когда я общаюсь, там, не знаю, у меня клуб православной молодежи, когда мы с молодежью, со студентами, там, как-то вот встречаемся с людьми в целом, когда мы общаемся в храме. Я для себя определил, что моя главная задача показать каждому из, с кем я общаюсь, что он тот самый английский рожок. Оркестр вселенной играет. Он будет играть и без Милана, он играл до Милана, он будет играть без Милана. Но Милана тот самый, то есть она должна уловить, уяснить, что она тот самый английский рожок. Она вошла в этот вселенский оркестр, и когда меня не станет, то английского рожка не станет. То же самое касается Вани, то же самое касается абсолютно всех людей. И вот мне кажется, это очень важный вопрос. Пусть сейчас мы не найдем здесь вот в рамках 30-минутной передачи на него ответ, мне так кажется. Но мне кажется, что это очень важно задать его себе. И был замечательный древнегреческий философ Сократ, он говорил, что вся проблема человека заключается в том, что он ни одну мысль не может додумать до конца. Вот ему бы хотя бы одну мысль, вот хотя бы вот эту мысль, которую я вам сейчас предложил, потом уже, когда мы разойдемся, когда вы будете одни, додумать до конца. Что исчезнет, когда исчезнет отец Сергия? Что исчезнет, когда исчезнет Иван? Что исчезнет, когда исчезнет Милана? И мы обретем вот эту, мне кажется, ценность. Здесь вот ваши предшественники замечательные выводы, замечательные идеи говорили о том, что ну как будто бы родители, взрослый мир, лучше не родители, а взрослый мир обесценивает, обесценивает мою жизнь, как будто бы я ничто, как будто я маленькая букашка, песчинка. А мне бы очень хотелось, чтобы родители там меня разглядели, меня бы увидели, увидели мою значимость, увидели, что у меня огромный мир. И вся проблема, это вот недопонимание между родителями и детьми, мне кажется, она в том, что родители по факту своей взрослости, ну взрослые по факту своих годов, считают, что они большой мир, потому что у них опыта больше. А вы априори маленький мир, потому что у вас опыта меньше. Но это не так. Вы согласны с этим или нет? И вот, может быть, пока я говорил, а на самом деле я говорил не чтобы вы меня слушали, я сейчас здесь не проповедь читал, а я хоть давал вам шанс на подумать, поразмышлять, может быть, появится ответ на вопрос, что же все-таки исчезнет, если исчезну я? Уникальный голос. Уникальный голос. Я не смогу ответить на тот вопрос, но вы можете повторить формулировку предыдущего, который вот... По поводу чего? По поводу... Взрослый мир огромный, а детский мир... Ну считаете ли вы, да, что ошибка нас, взрослых, заключается в том, что мы меряемся годами, годами прожитой жизни? Ну да, так оно и есть. А почему? Как бы вы мне, взрослому, объяснили, что, знаешь, отец Сергий, вот несмотря на то, что ты 37 лет живешь, а я там, допустим, 17, жизни наши равноценны, по крайней мере, в глазах божьих. Вот как это объяснить взрослым людям? Как это вообще, в принципе, другому человеку объяснить, что если я другой, то это не значит, что я меньше, хуже и так далее? Как вы это, может быть, объясняете в дружеских коллективах? Абсолютно разный опыт жизни. У кого-то был отец, у кого-то его не было. Кто-то общается, у него много друзей, у кого-то мало друзей. И так далее. Это можно перечислять вечно. У кого что не было, у кого что было. Тут неважно вообще, какой возраст. У меня там столько опыта пережито, например, когда я там маленькая со второго этажа прыгала и так далее и тому подобное. Но это не значит, что я не имею своего мнения. То есть никто не стоит выше меня. Мы стоим одинаково. А есть ощущение дефицита понимания, что не понимают? И что вы испытываете в этот момент? Я начинаю орать. Об этом мы говорили с батюшкой в подкасте. Я начинаю орать, потому что меня раздражает, что меня не слышат. Меня дико раздражает, что меня не слушают. Я начинаю орать. Вот в качестве, мне кажется, одного из очень важного вывода сегодняшней нашей встречи, один из. Вы просто вокруг него сходили, но он как бы не сформулирован. Мне кажется, главная проблема как раз людей в том, что и проблема крика Миланы, например, да, потому что мы не до конца понимаем, чем мы друг друга слышим. Обычно нам кажется, что мы слышим, говорим языком, слышим ушами, ну или там понимаем умом, мозгом, сердцем и так далее. Но на самом деле общение происходит на уровне общения опыта. Вот. Если бы сейчас здесь был поставлен четвертый стул, и на этот четвертый стул, например, сел бы какой-нибудь подросток лет десяти, который где-то на Украине вытаскивал из-под развалов дома свою мать и вытащил ее не целиком, и видел это все, то несмотря на то, что ему десять лет, или там сколько я сказал, двенадцать лет, ему есть что сказать больше. У него опыта в этом смысле больше, и он именно этим опытом стремится поделиться. В этом смысле, опять же, вот разговор про эту самую конечность, разговор про нашу вот эту вот смертность вывел нас на очень важный вывод, мне кажется, что человек — это законсервированный в теле опыт. Вот если бы я вас спросил, ну опять же, немножечко повысив оценку собственную, какой опыт, на ваш взгляд, что в вашем опыте бесценно? Чему бы вы не назначили цену, и чего бы, например, вы в своей жизни сказали, я вот этого не хотел бы, чтобы в моей жизни было, а вот это даже вот, может быть, оно травмирующее имеет какое-то последствие, но пусть оно все равно будет, потому что это меня привело к очень важным выводам про жизнь. Есть что-то такое? Есть, но говорить не буду. Хорошо. А я считаю, что все должно быть так, как есть. То есть ничего не прибавить, ничего не убавить. Все. Если бы мне предложили прожить другую жизнь, я бы прожил ее абсолютно так же, как и эту. Просто потому что если изменить пропорции вот этого опыта, то это будет уже совсем другой человек. Просто в силу того, что мы растем, мы изменяемся только от того, что мы переживаем. И я не стал бы ничего менять. А вы вот в группе Институт культуры, кстати, вы свои тексты поете? Пишет кто-то из вас стихи и песни? Я пишу песни, стихи, но мы их не поем. Мы один раз пели одну песню и все. А почему? Ну, не получается. Не получается что, аранжировка? Или не получается услышать тех участников? У нас не слаженный еще коллектив. И мы не можем что-то сделать вместе пока что. У нас только начинает складываться взаимопонимание. Мы там тоже друг друга особо не слышим. У нас каждый что-то делает свои обязанности. У нас ничего толком, прям вот, что цельного куска у нас нет. Вот из-за этого пока не получается делать песни. А если бы я спросил молодую начинающую поэтессу Милану, что она хочет стихами сказать миру? Как бы она бы это выразила? Меня, кстати, спрашивали, какой смысл я несу в своих текстах. Нет, смысл — это бессмысленный вопрос, простите за тавтологию. Это можно послушать Гребенщикова, Шевчука, у которых все время спрашивают, о чем бы ваши песни. Да ну, елки-палки, песни, они вот льются и льются. Смысл не в самих текстах, которые пишете, а потому что они реализуют вот тот самый какой-то, ну, месседж большой, великий месседж миру. Что бы вы хотели сказать этому миру? И мы на этом закончим, потому что время нашей передачи подходит к концу. Можно даже вот в камеру, если хочется, этому миру что-то сказать. Я хочу своими стихами сказать что? Чтоб меня услышали. Я хочу, чтобы меня услышали. А что хочется, чтобы услышали? Ведь не просто же голос хочется, чтобы услышали. Какую-то идею, которую Милану хочет донести, но пока что-то не получается. У меня нет идей в текстах, нигде. У меня есть музыка, которую я считаю нормальной, хорошей. Вот, и хочется, чтобы ее услышали, чтобы услышали меня. Когда-нибудь. Правильно ли я скажу, ну, правильно ли я понял, что хочется услышать, что я есть? Ну да. Ага, а Иван? Как-то ты груз. А я... Да нет, это вообще отлично, мне кажется. А я бы просто хотел и самому себе, и другим людям пожелать оставаться самими собой. Просто потому что маски — это страшно. Ну, по-моему, это прекрасно. Мне кажется, разговор получился серьезный, потому что тема была задана серьезная, и вы, ребята, мне кажется, с нею прекрасно справились. И я думаю, что главная, опять же, задача с тем, чтобы я ушел в свою сторону... Как там пелось в одной из песен Макаревича? И двое пошли своей дорогой, а поезд пошел в своей. Каждый сейчас разойдется. Но мне кажется, нам есть о чем додумать, и есть о чем договорить, если возникнет это желание. Спасибо огромное, что были с нами, за то, что уделили нам время. Я надеюсь, что все то, что вы запланировали, чтобы вас услышал мир, чтобы он вас услышал. Желаю вам этого искренне. Спасибо. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Редактор субтитров А.Семкин